Ралли-марафон «Шёлковый путь» преодолел 8 этапов из 10. Позади остались Астрахань, Грозный, Элиста и Волгоград. Так что сейчас караван пилотов держит путь на Москву. Как уже рассказывали новости с колёс, марафон этого года оказался местом удивительного камбэка. После 27-летнего перерыва заводская «Лада Нива», подготовленная для рейдов, вернулась на гоночные трассы. Правда, первая половина гонки оказалась не слишком удачной для культового внедорожника, и досадная поломка прочно удерживает российский экипаж на четвёртом месте. Хотя в классе Т2 дуэту «Воронов» за «Городнюк» удалось выиграть уже 4 этапа из 8. Три дня подряд из Грозного Волисту и Волгоград пилоты «Лады» показывали лучшее время. И это при том, что, согласно регламенту, участникам пришлось своими силами обслуживать «Ниву», используя лишь инструменты-запчасти, взятые на борт. За весь этап у нас вчера ничего не сломалось. Мы только превентивно поменяли вчера здесь, на этом «Бивуаке», где не было ни одного механика, сами шаровые. Проверили масло, протянули подвеску и всё, и отправили спать. Вообще, чем надёжнее становится машина, тем быстрее пилот из Санкт-Петербурга. На восьмом спецучастке из-за листы «Волгоград» «Воронов» более чем на час опередил ставшего вторым «Мердана Тойлыева». Впереди скоростные прохваты от «Волгограда» до «Липецка» и от «Липецка» до «Москвы». Правда, есть опасения, что отыграть потерянное ранее время «Петербуржец» попросту не сумеет. Зато команда наберётся столь необходимого опыта. Впрочем, в автоспорте особенно вредно использовать сослагательные наклонения. Поэтому сейчас первостепенная задача коллектива — финишировать, попутно получив статистику ходимости деталей машины. «У команды нет понимания, сколько ходят запчасти именно в жёстких условиях ралли-рейдов. Автомобиль построен идеально, автомобиль очень хороший, но, к сожалению, мы пока не понимаем, сколько ходит та или иная запчасть боевых километров». В любом случае команда «Лада Спорт Роснефть» довольна своим участием на шёлковом пути. Довольны и зрители, которые искренне рады видеть культовый внедорожник марки «Лада» среди многочисленных иномарок.